Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Не смогли помочь. Муж Заворотнюк потерял голову от горя. Фигурист влез в долги из-за болезни любимой супруги. Пётр Чернышёв, судя по всему, с трудом себя контролирует. И это неудивительно. Страшная болезнь, подкосившая звезду, лишила покоя и её близких и поклонников. Вся страна с тревогой ждёт новостей о состоянии Заворотнюк. Фигурист задолжал государству около 10 тысяч рублей. Такая сумма накопилась из-за штрафов перед ГИБДД. Официально машина, на которой были совершены правонарушения, принадлежит матери Анастасии Заворотнюк. Но ездил на ней именно Пётр. Так утверждают журналисты. Всего с прошлого года было выписано 22 штрафа. Четыре из них за превышение скорости. Последние были получены в один день, 13 июля. Именно в это время, как утверждают друзья артистки, она вернулась из-за границы после неудачного лечения. Врачей в столице вызвался искать сам фигурист. Возможно, именно тогда взволнованный Чернышёв потерял голову и превысил скорость. Мама Заворотнюк, являющаяся по документам хозяйкой авто, за руль садится крайне редко. Пётр Чернышёв неожиданно принял участие в пресс-конференции. Несмотря на беду, постигшую семью Анастасии Заворотнюк, её супруг продолжает работать. Самый близкий человек-актрисы приехал в Петербург, где представили ледовый мюзикл Татьяны Навки, Русланы Людмилов. Фигуристы исполняют одну из главных ролей – богатыря Руслана. Перед премьерой, которая состоялась накануне, артисты собрались на пресс-конференцию. Журналисты не ожидали появления Чернышёва, который убит горем. Однако муж Заворотнюк, который, по слухам, борется с раком, всё же показался. Однако поговорить с ним репортеры не успели. Чернышёв быстро сфотографировался с коллективом и буквально сбежал. Видимо, чтобы обезопасить себя от атаки настойчивых представителей прессы. Вас ждёт много интересного и захватывающего. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok